Укрепление государственного суверенитета. Без преувеличения историческая роль и самостоятельность России, это в том числе результат её богатой и самобытной культуры. Сейчас в условиях глобального мира надо сделать всё, чтобы новые достижения учёных и людей творческих стали неотъемлемой и передовой частью мировой цивилизации. Современная Россия – это страна, которая открыта миру. И свободный обмен идеями, обширное информационное и культурное пространство планеты не только создают видимые преимущества, но прежде всего задают для всех нас планку высокой конкурентноспособности страны. Представители российской науки и культуры это хорошо знают и понимают, что духовное богатство, достоинство России опираются на экономические и на интеллектуальные, творческие ресурсы нашего народа. И потому закономерно, что чествование и награждение лауреатов государственных премий мы проводим именно сегодня, в День России. Дорогие друзья, миллионы людей в мире связывают имя и творчество Александра Исаевича Солженицына с судьбой самой России. Его научные исследования и выдающиеся литературные труды фактически вся его жизнь отданы Отечеству. И как он однажды очень ёмко сказал, «Россия – это мы сами, мы её плоть и кровь, её люди». На первом месте у него всегда была и остаётся твёрдость жизненных принципов. И в этой честности, в умении отстаивать правоту взглядов своих, черты не только настоящего учёного, но и истинного гражданина. Особое место в обширной гуманитарной деятельности Александра Исаевича принадлежит изучению русского языка. Составленный им словарь языкового расширения, собравший редкие и незаслуженно забытые слова, это огромный вклад в развитие и сохранение родного языка. И сегодня, когда в России проходит год русского языка, такие фундаментальные изыскания имеют поистине неприходящее значение. Лауреатом государственной премии в области науки и технологии стал выдающийся хирург, хирург с мировым именем, академик Александр Николаевич Коновалов. Возглавляемый им вот уже более 30 лет Институт нейрохирургии имени Бурденко – один из самых передовых в мире. Здесь разработаны и применяются высокотехнологичные методы лечения заболеваний мозга. А школа академика Коновалова по праву считается «золотым звеном мировой науки». И, конечно, действительно бесценный результат его труда – это свыше 15 тысяч сложнейших операций, за которыми возвращение жизни, здоровья людей, судьбы человеческие. 21 век справедливо называют «эрой высоких технологий». И сегодня мы отмечаем наградами известных российских учёных, много сделавших для развития самых современных направлений мировой науки. Это Юрий Васильевич Гуляев и Владислав Иванович Пустовойт, которым удалось создать абсолютно новое направление физики – акустоэлектронику и акустооптику. Их работы – основа успешного развития нанотехнологий, глобального мониторинга состояния атмосферы и гидросферы. Труд во имя укрепления обороноспособности страны всегда пользовался у нас огромным уважением. Работы Сергея Никитича Ковалёва, Давида Гусейновича Пашаева и Игоря Дмитриевича Спаскова по созданию трёх поколений атомных подводных ракетоносцев имеют поистине стратегическое значение. Они сопоставимы с масштабными открытиями в атомной энергетике или авиакосмической отрасли. И отдельно отмечу такое достижение учёных, как многократное снижение шумности подводных лодок. Специалисты знают, что это значит. Добавлю, что в сфере науки и технологии присуждена ещё одна государственная премия по спецтематике. Скажу лишь, что её удостойны разработчики оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и вооружения к нему. В этом зале также находятся лауреаты, чьи достижения в искусстве принесли не только мировую славу, но и сохранили для России великие образцы культурного наследия. В их числе сотрудники Госфоломофонда России Николай Михайлович Бородачёв, Ирина Валерьевна Васина и Владимир Юрьевич Дмитриев. Они – собиратели и хранители огромного пласта аудиовизуальной культуры мирового значения. И благодаря их кропотливой реставрационной работе эта обширная коллекция во всей её полноте будет передана будущим поколениям нашей страны. Наши специалисты и реставраторы сделали всё, чтобы свою вторую жизнь обрели многие километры звуковых и кинолент. Государственные премии в области искусства присуждены также примам наших ведущих театров, столистской оперной сцены легендарной Мариинки Ольги Владимировне Бородиной и балерине прославленного Большого театра России Светлане Юрьевне Захаровой. Их творчество возвеличивает современное российское искусство, а исполнительская техника и яркая актёрская индивидуальность помогают людям понять русское искусство, покоряют лучшие залы планеты. Их по праву считают звёздами мировой величины, и мы очень горды тем, что эти звёзды зажглись под российским небом. Дорогие друзья, от всего сердца благодарю вас за служение людям и своему Отечеству, за щедрость вашего таланта, за новаторство и созидательную энергию. Вы отдаёте свои знания и опыт России, отдаёте ей беззаветный труд и поднимаете престиж страны в мире. И, конечно, помогаете нашей молодёжи стать духовно богаче, прокладываете ей дорогу в будущее. Позвольте ещё раз поздравить вас с высокими наградами и признанием граждан нашей страны. Спасибо большое. Указом президента России Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2006 года за фундаментальные и прикладные исследования по созданию акуста электроники и акуста оптики вручается Гуляеву Юрию Васильевичу, академику Российской Академии Наук, директору Института радиотехники и электроники Российской Академии Наук. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, гости, мы с Владиславом Ивановичем Пустовойтом благодарны за столь высокую оценку нашей деятельности. Нам это особо приятно и знаменательно, то, что эта высокая награда вручается в наш национальный праздник, в День России. Это говорит о том большом значении, которое придается развитию в нашей стране.